Кто только присоединился, кто не в курсе, что происходит, улитки сделали, что сейчас бинокль, да, замедлился, что ли. И многим непривычно сенсор, ну, что он медленный, хочется осматриваться быстро по сторонам. И в управлении, если полазить, общее управление есть, тут вот такие есть ползунки. Чувствительность прицелов на 10%, ну, это кто как любит, да. Так, скорость движения камеры мыши тоже 10%, написано. Но хотя по ползунку, видите, он в два раза быстрее. То есть, раньше в свое время у меня стояло здесь 10%, а здесь 25% было. И потом тоже они запортачили что-то с чувствительностью, я сделал 10%. В итоге, чувствительность приближения 100%, то есть, это такая же самая, как и просто, когда я кручусь. И как вся эта хреной наработает. Вот чувствительность моего прицела, она 10% у меня. То есть, я когда перехожу в прицел, она у меня сохраняется такая же самая, как и вот здесь. То есть, чувствительность приближения вы можете настроить себе там как нужно. Теперь дальше скорость осмотра камерой мыши. Она у меня повышенная, чтобы я мог вот так вот зажимать кнопку. Она у меня стоит на правую кнопку мышки по умолчанию на C у вас. И я, видите, могу быстро осматриваться. Можно еще вот так вот сделать. Подожди, управление. Общее. Это все таки мало. И сделать, допустим, ну 15% ее. Вот. Я чуть-чуть кручу мышкой, я быстро осматриваюсь по сторонам. И чтобы ускорить бинокль, чтобы он работал, да, я просто зажимаю эту кнопку, осмотр по сторонам. Видите, у меня бинокль работает быстро. Я убираю кнопку осмотра, и он, ну, медленный становится. То есть, это, чтобы осматриваться биноклем быстро, сейчас надо зажимать вот эту вот кнопку. Ну, а скорость вы отрегулируете сами. Вот. Можно вообще сделать, смотри, скорость осмотра, допустим, на 100%. Я сейчас просто, вот просто бинокль нажимаю, вот он просто. А теперь я зажимаю кнопку обзора по сторонам, C по умолчанию. И вот, вот, смотрите, это движение с зажатой кнопкой осмотра. Вот, скорость вращения. А это без. Я одинаковый, ну, чуть-чуть мышкой вправо-влево еще, а теперь зажал. Чувствуется разница. Поэтому настраивайте себе, как вам удобно, в управлении вот здесь общее. И все будет работать. Можно по-разному поиграться. Вот кто-то любит, допустим, с чувствительностью. Ну, я верну себе обратно на, давай, на 13%. Кто-то любит, чтобы у него чувствительность была, допустим, вот ты едешь на танке, да, у тебя, допустим, 20, пускай, ну, 25%, да. Вот. Видишь, я еду по сторонам без осмотра. А я сейчас бинокль перейду. Давай посмотрим, это влияет на бинокль. О, видите, бинокль стал тоже быстрый. Во. Смотрите, как можете сделать, чтобы не держать кнопку зажатой. То есть, это будет легче вам, но еще лучше. Обычный вариант, едешь, вот, смотришь. Теперь я перехожу в приближение, и у меня, гляньте, как прицел дергается здесь в приближении. Заходим в управление, чтобы не зажимать вот эту кнопку. Сейчас, общее. Ставим вот здесь необходимую чувствительность. А чувствительность приближения снижаем столько, чтобы было удобно и комфортно целиться. Но почему я так не делаю себе? Вот. Я любитель раздавать вертухи от третьего лица, и от третьего лица я хочу, чтобы у меня тоже чувствительность была такая же, как в прицеле, чтобы я на ходу попадал. Вот. Поэтому я себе так не делаю, то есть, быстро. Я лучше, если мне надо осмотреться быстро по сторонам, я зажму кнопку осмотра и осмотрюсь. И в бинокле сделаю то же самое. Короче, делайте, как вам больше нравится, кому как проще, и все, и нагибайте себя. То есть, в итоге я еду, видите, на ходу могу нормально раздавать. Надо мне приблизиться, я нормально выцеливаю любой пиксель в танке. Надо осмотреться, я зажимаю осмотр по сторонам и смотрю быстро. Плюс включил бинокль и смотрю точно так же быстро. Я считаю, что это самая правильная киберспортивная настройка, которая, ну, как надо сделать. Но для облегчения, я же говорю, можете поступить наоборот. Но тогда у вас будет страдать стрельба от третьего лица. Будете просто у вас мушка летать будет, как воробей по сараю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...